Привет! Меня зовут Арий, я голландец, и я сам выучил русский язык, и для этого мне приходилось смотреть огромное количество русских сериалов, чтобы улучшить мое понимание русского языка, чтобы выучить новые слова, и также для того, чтобы узнать много чего нового о русской культуре. И в этом видео будем говорить о тех сериалах, которые я посмотрел, которые также будут вам помогать лучше изучать русский язык. Давайте начнем. Первый сериал это «Как я стал русским», это переводится как «How I became Russian», и этот сериал крутой, потому что речь идет об американском журналисте, который переедет в Россию, чтобы там работать, и у него бабушка русская, так что он уже чуть-чуть знает русский язык. Этот сериал особенно хорошо для тех, кто хочет проверять, смогут ли они понимать русский сериал без субтитров вообще, потому что речь в этом сериале особо легкая, мягкая, потому что, ну, главный герой, он же учит русский язык. Если вы хотите говорить по-русски так же, как я, тогда переходите по ссылке в описании и ознакомьтесь с моим 30-дневным челлендж, который помогает вам свободно говорить по-русски. Второй сериал это «Кухня», это кетчен на английском. Это сериал о том, как работники в очень крутом французском ресторане, как они живут и работают там. Этот сериал особенно хорошо для тех, кто хочет сериал, который, ну, просто как-то смешной, не очень серьезный. И тоже хорошо, что он длится очень долго. По-моему, там как-то 8 сезонов в целом есть. Так что, если вы смотрите вот один эпизод в день, вы, наверное, больше полгода можете смотреть этот сериал. Третий сериал, который мне сильно понравился, это сериал о Первой мировой войне. Это документальный сериал, и я его посмотрел в начале моего изучения русского языка, потому что мне лично интересна русская история. И если вам тоже интересна русская история, тогда я вам тоже рекомендую смотреть этот сериал. Четвертый сериал, который мне понравился, это сериал называется «Шулер» или на английском «Card Sharp». Этот сериал хороший, потому что это сюжет о том, как молодой парень Костя хочет уехать из СССР, потому что это 100 лет назад. Он живет в Одессе, и для этого он не совсем честно зарабатывает деньги. Этот сериал хорошо, потому что есть английские субтитры, и тоже показывает, какая жизнь была 100 лет назад, еще во времени Советского Союза. Пятый сериал — это группа сериалов, которые мне сильно понравилось. Это сериалы «Spice Must Die», или на русском языке это «Смерть шпионам». Все они есть с английскими субтитрами, и они хорошие, потому что это какие-то детективные истории о войне. И это хорошо, потому что каждый раз, когда вы смотрите, вы думаете, кто из этих людей шпион. И там очень много маленьких сериалов, там как-то 4 часа, так что можете легко их посмотреть, например, в субботу днем, когда больше нечего делать. Шестой сериал, который очень хороший, это современный сериал. Он называется «Вампиры среднего класса», или на английском языке «Vampires of the Middle Lane». Ну, это значит «Middle Class Vampires», только плохо переводилось. Это о семье вампиров, которые живут в Смоленске, но они живут совсем нормальной жизнью, только им нужно пить кровь. И это современный, не очень серьезный сериал, и сильно рекомендую его посмотреть. Седьмой сериал, который я вам рекомендую посмотреть, это группа сериалов о двух детективах, Сергей и Макар. Восьмой сериал, который хороший, это сериал «Интерный». Этот сериал на английском очень похож на сериал «Скрабс», так что если вам интересны были эти истории в больницах, тогда я вам тоже рекомендую посмотреть сериал «Интерный». Это то же самое, только на русском. Девятый сериал, который я очень сильно вам рекомендую смотреть, это сериал «Эпидемия». На английском языке это «To the lake». Это о том, как эпидемия происходила в России в 2019 году, еще до эпидемии ковида. И это очень интересно посмотреть, как в короткое время общество совсем разрушается, и что люди начинают убить друг друга просто, чтобы сами выжить. И на самом деле этот сериал, этот русский сериал «Нетфликс» купил, а теперь можете его посмотреть на «Нетфликсе». Десятый сериал — это какой-то тупенький сериал, он называется «Погнали», и это о русской семье, который едет на машине на roadtrip из глубины России в Беларусь, потому что там их дочь должна выступать на какой-то театр. Это очень интересно, потому что одновременно вот мужчина этой семьи, он носит с собой кофр для гитары, где очень много наркотики. Так что, если вам нравятся такие, ну, чуть тупенькие сериалы, тогда рекомендую его посмотреть. Одиннадцатый сериал, который я сильно вам рекомендую смотреть, если вам интересна русская история, это сериал «Романовый». Это о том, как семья Романовой жили от того, как 400 лет назад, до того, как, ну, семья закончилась во время русской революции, и он доступен бесплатно на YouTube, на каналах Star Media или Star Media.in, и это зависит от того, хотите ли вы субтитры или нет. Двенадцатый сериал, который я также вам рекомендую смотреть, если вам интересна русская история, — это сериал «Троцкий». Этот сериал, ну, конечно, о жизни Лева Троцкого. Этот сериал хорошо, потому что и показывает жизнь Троцкого, но и также показывает все события, которые превратили Россию в Советский Союз. Это просто очень интересно посмотреть, как это всё происходило. Тринадцатый сериал — это сериал «Домашний арест». И этот сериал очень смешной, потому что в этом сериале есть крутой чиновник, которого поймают, когда он берёт большую взятку, и он получает домашний арест. Но вместо того, чтобы он должен сидеть в его собственном огромном доме, он ещё зарегистрирован в его детской квартире, где также живут другие, ну, бедные люди, которые не очень рады тому, что он снова там будет есть. Этот сериал просто хорошая сатира на современное русское общество как-то. Четырнадцатый сериал, который я вам рекомендую посмотреть, это сериал «Истребители» или «Attackers» на английском языке. Он есть с английскими или с русскими субтитрами, так что тоже для новых студентов русского языка. Это о том, как лётчики во время Второй мировой войны летают в немецкую территорию, чтобы там бомбить немцев. Это, ну, как-то военная драма, но там тоже много военных действий. Если вам интересна эта тема, тогда рекомендую вам смотреть этот сериал. Пятнадцатый сериал, который хороший, это «Зоры здесь тыхие». На английском это «The don't hear are quiet». Тут на самом деле есть два сериала, потому что есть один старый, которому уже, ну, сорок лет, и недавно снимали его в более современном стиле. Это о том, как есть мужской командант, и он получает очень много женских солдатов, чтобы воевать с немцами. И там возникает не только проблема с немцами, но также как-то связь между, ну, мужчиной и женщинами. Так что очень... Там драма и война, и это создаёт какую-то очень интересную комбинацию. Шестнадцатый сериал, который я вам рекомендую смотреть, это смешной сериал «Полицейский с Рублёвки». И в этом сериале есть полицейский, который работает в самом дорогом районе Москвы, Рублёвка. И они решают там всякие проблемы, которые ежедневно там возникают. Самое смешное в этом сериале это связь между работником Гришей и его начальником. И последний сериал, я только рекомендую вам его смотреть, если вы уже долго изучаете русский язык, потому что язык, который говорят в этом сериале, относительно сложный. Сериал называется «Чики». Это том, как четыре бывшие проститутки на юге России, как они хотят улучшить свою жизнь и построить фитнес-клуб свой. Очень драматический сериал и относительно грустно, но также хорошо показывает жизнь не в больших городах, ну, то есть в маленьких деревнях России. И это очень интересно для нас, иностранцев. Спасибо вам большое, что вы посмотрели весь этот ролик. Если вы знаете другой сериал, который вы посмотрели, тогда пишите в комментариях, пожалуйста, потому что другие люди тоже могут смотреть и узнать о каком-то новом сериале. Спасибо. До свидания.